Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Всех с наступившим новым 2020 годом! И, конечно, наилучших пожеланий! А мы вернемся к теме редкой бронетехники. Вскоре после победы над Германией Великобритания начала готовиться к возможному конфликту с Советским Союзом. Для этого ей требовалась новая боевая машина, способная бороться с любой советской бронетехникой, в том числе с новейшими тяжелыми танками ИС-3, а в перспективе и с новыми, еще более защищенными боевыми машинами. Тем более, что стало очевидно, что концепции танкостроения большинства стран пойдут по пути увеличения защищенности танка и увеличения толщины брони. Во второй половине 40-х годов повышение бронепробиваемости танковых орудий в большинстве случаев сводилось к увеличению калибра и других связанных с ним параметров. В соответствии с этой концепцией британские конструкторы начали два проекта самоходных артиллерийских установок с разным вооружением, которые по задумке могли бы пробить любой существующий и перспективный танк. Первым появился проект FV4004 Conway. Предполагалось, что эта противотанковая самоходка получит 120-мм нарезное орудие L1, но при этом сохранит ряд положительных черт средних танков. Для упрощения работ в качестве основы для FV4004 выбрали серийный средний танк Centurion MK8. От базовой машины истребитель танков FV4004 Conway получил бронированный корпус, двигатель с трансмиссией и ходовую часть. Таким образом, лобовая броня прототипа FV4004 Conway имела толщину в 76 мм, борта по 51 мм, а корма 32 мм. 640-сильный двигатель Centurion обеспечивал оригинальному танку максимальную скорость в 35 км в час по шоссе. Однако после переоборудования в самоходку бронемашина заметно потяжелела. По различным оценкам, после установки новой башни с орудием большего калибра, боевая масса истребителя танков достигла 53-55 тонн. Из-за этого скоростные характеристики оставляли желать лучшего. Вместо родной башни на шасси Centurion установили крупный агрегат характерной угловатой формы. Башня FV4004 Conway была почти вдвое выше башни базового танка, что соответствующим образом изменило внешний вид машины. Относительно бронирования башни точных данных нет, но можно предположить, что уровень защиты остался на прежнем уровне. Вероятно, башня прототипа FV4004 Conway была, что называется, черновым вариантом и в дальнейшем претерпела бы изменения. Однако по полигонам Британии ездил именно Centurion с новой коробкой на месте старой башни. Большие габариты новой башни были обусловлены размерами и откатом нового орудия. Казенник пушки калибра 120 мм занял немалый объем внутрибоевого отделения, что в сочетании с размерами укладок боеприпасов и рабочих мест экипажа повлияло на размеры и компоновку башни. В боевом отделении размещались командир, наводчик и заряжающий. По имеющимся данным, весь боезапас хранился в кормовой нише башни, как на современных западных танках. Точные данные о характеристиках 120-мм пушки истребителя танков FV4004 Conway отсутствуют. В различных источниках встречаются цифры в 170-180 мм брони с километровой дистанции и даже 200. Вероятно, такие характеристики удовлетворяли требованиям английских военных относительно поражения существующих и перспективных тяжелых танков противника. Стоит отметить, при таких возможностях в случае столкновения САО FV4004 Conway и танка ИС-3, исход боя зависел бы исключительно от мастерства танкистов, поскольку обе машины могли поражать друг друга на большой дальности. Еще на стадии начала проектов новых истребителей танков заказчик предложил осносить перспективную машину еще более мощным оружием. САО FV4005 Stage 2, в отличие от FV4004 Conway, должна была нести пушку калибра 183 мм. Подобное орудие гарантированно могло поражать любые существующие и перспективные танки. Однако установка столь мощной пушки неизбежно потребовала бы целый ряд новых технических решений. Первую проблему с очень сильной отдачей решили при помощи новых противооткатных устройств повышенной эффективности, которые снизили отдачу до приемлемых значений. Однако она по-прежнему была слишком сильной и поэтому пришло изначительно ограничить сектор горизонтальной наводки. Согласно расчетам, при повороте башни и пушки на угол, превышающей допустимый, выстрел мог перевернуть боевую машину. Вторую проблему, касавшуюся мощного орудия, решили более интересным и оригинальным способом. Поскольку боеприпасы для орудия были слишком тяжелыми, заряжающего освободили от их перемещения по боевому отделению. Справа от казенной части поместили барабанный автомат заряжания, а заряжающего сделали его оператором. Интересно, что первое испытание истребитель танков FV4005 Stage 2 проходил без баршенной коробки. По неким причинам прототип сперва оснастили лишь нижней частью башни, системой крепления орудия, самой пушкой и рядом вспомогательных агрегатов, в том числе автоматом заряжания. Причины этого точно неизвестны. В различных источниках называются как затянувшаяся разработка, так и необходимость проверить правильность компоновки оружия и оборудования и лишь потом закрыть их в бронированной башне подходящей формы. Обводы готовой башни FV4005 Stage 2 в некотором мере напоминали форму башни FV4004 Conway. Однако, ввиду наличия более мощной и крупной пушки с автоматом заряжания, она получилась крупнее и массивнее. О бронировании башни данных нет, но некоторые нюансы фото прототипа самооходки позволяют предполагать, что эта машина первоначально оснащалась лишь противопульной защитой кормы и бортов башни и, возможно, более толстыми лобовыми листами. Сравнительно тонкие борта и крыша были усилены характерными ребрами жесткости. Для посадки экипажа и обслуживания орудия в кормовом листе башни предусмотрели люк-дверь. Боевая масса прототипа FV4005 Stage 2, по некоторым данным, достигла почти 60 тонн. Оба проекта истребителей танков с рекордным мощным вооружением стартовали в самом начале 50-х годов. Первым на полигон вышла машина FV4004 Conway. Однако, всего через несколько месяцев после начала испытаний в 1951 году этот проект был закрыт. FV4005 Stage 2 довели до стадии испытаний только в 1955. Первые несколько месяцев эта самооходка, как уже говорилось, ездила без броневой защиты башенного оборудования, но в дальнейшем ее достроили. Испытания САУ с 183-мм пушкой продолжались почти два года. В 1957 году проект FV4005 Stage 2 сочли бесперспективным и тоже закрыли. Вероятно, главной причиной отказа от достаточно интересных и вероятно перспективных истребителей танков стали их ходовые качества. Как оказалось, новые башни с мощными пушками были непосильной ношей для шасси танка Центурион. Разработку специального шасси с достаточной грузоподъемностью, по-видимому, сочли не целесообразной. Что касается вооружений, то пушки калибра 120 и 183 мм получались слишком сложными в изготовлении и эксплуатации. Кроме того, во второй половине 50-х годов ведущие страны мира уже вовсю работали над созданием противотанковых ракетных комплексов, которые обещали быть гораздо более эффективными, чем имеющиеся артиллерии. В ходе проектов FV4004 Conway и FV4005 Stage 2 было построено всего по одному прототипу. Их активно проверяли в различных условиях и тестировали оружие. После испытаний оба прототипа остались на полигоне и их решено было не утилизировать. По некоторым данным, в последующие годы машина FV4005 Stage 2 подверглась некоторым изменениям. Так, базовое шасси лишилось башни и использовалось в других испытаниях. Несколько лет спустя прототип был восстановлен, но с использованием другого бронекорпуса. В настоящее время оба истребителя танков находятся в танковых музеях, но экспонируется лишь один. На САУ с 183-мм пушкой можно посмотреть в танковом музее города Бовингтон. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, а также пишите свое мнение, были ли какие-либо реальные перспективы у САУ FV4005.